Путь Украины в НАТО, что случилось с Северным потоком и кому это выгодно, во сколько обойдется мобилизация и кто будет за нее платить. Моя коллега Дарья Гвинжия поговорила об этом с экономистом и политологом Константином Сониным. Некогда он преподавал в самых продвинутых вузах России, был проректором Российской экономической школы и высшей школы экономики, а ныне является профессором Чикагского университета. Интервью с Константином Сониным было записано в пятницу, в день, когда в Кремле проходила церемония присоединения к России новых оккупированных территорий, а Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за то, что нашли возможность и время ответить на наши вопросы. Их будет немало. Я начну, наверное, с важных событий, которые произошли сегодня. Сегодня Владимир Зеленский, президент Украины, объявил о том, что страна подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Как вам кажется, это вот такое ответное происходящее сегодня в Кремле, я имею в виду присоединение новооккупированных, аннексированных украинских территорий к Российской Федерации? Я думаю, что то, что сегодня происходило в Кремле, меняет очень мало для Украины и для украинского президента. Перед ними стоят в точности те же задачи, перед ними стоят в точности те же проблемы. Мне кажется, что если они пользуются моментом, чтобы подать заявку на экстренное вступление в НАТО, это очень хорошо. Но надо понимать, что вступление в НАТО, это уже отчасти значительные шаги в этом направлении уже сделаны Украиной. И они получают поддержку, их уже тренируют, они используют оружие по натовским стандартам, они интегрированы в какую-то часть системы обмена информацией. То есть они уже идут по дороге вступления в НАТО. Это в каком-то смысле, если они вступят, это будет всего лишь некоторый формальный пункт. Хорошо. Как быстро технически может произойти вот это самое вступление в НАТО? Понимаете, что изменится, если бы произошла какая-то волшебная вещь, и вот сейчас сегодня вечером объявили бы, что Украина принята в НАТО. Единственное, что это могло бы изменить, это что тогда Украина могла бы воспользоваться тем пунктом, который потребовал бы, чтобы страны НАТО послали туда своих солдат. Но там уже очень много натовского вооружения, уже украинские офицеры и солдаты проходят тренировки по методикам НАТО и натовскими инструкторами. Уже с ними делятся информации, уже с ними делятся опытом строительства интегрированной оборонной системы. То есть я думаю, что это изменение вовсе будет не такое принципиальное. Да и не так уж я уверен, что, конечно, будет прекрасно, если американские или английские батальоны будут сражаться на украинской стороне. Но украинские батальоны, я думаю, сейчас они уже не хуже. И то есть это не небо и земля, как если бы это было в январе 2022 года. Путин на церемонии присоединения новых территорий снова пригрозил использовать все доступные средства и напомнил, что США единственная страна в мире, применившая дважды ядерное оружие. И добавил, кстати говоря, создали прецедент. Вот как понимать эту риторику? Смотрите, я не смотрел речь Путина и кратко посмотрел, не было ли там ничего нового и там ничего нового не было. И мне жалко тех там журналистов и аналитиков, которые по обязанности это смотрят. Он давно уже болтает там, как пенсионер перед подъездом, не понимая, что он говорит. Потому что многие люди не только в мире, но и в России в школе учат. Они понимают, что когда американцы нанесли ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки, то они сберегли жизни не только американских солдат, но и сотен тысяч русских солдат, которые в это время сражались с японской армией в Китае. И, соответственно, им не понадобилось наступать и побеждать японскую армию в сухопутном бою. То есть, как бы это бредовый прецедент. Почему он его сюда приплел, непонятно. И это нужно назвать не эксперта по экономике, политике и войнам, а какого-то психоаналитика в эфир, чтобы узнать, к чему это относится. Ну и все-таки применит, не применит Владимир Путин хотя бы тактическое оружие. К сожалению, то, что мы видели в России в последние годы, это полная деградация институтов. То есть, те институты, которые должны были проинформировать Путина и высшее руководство перед принятием решений о том, что ситуация вовсе не такая, как они думают, что войну не нужно начинать. Те люди, которые должны были проинформировать Путина о том, что это экономически будет полным кошмаром и кризисом для России, начало войны, что никакой рост и развитие невозможный в международной изоляции. Вот это все не сработало. По идее, если Путин сейчас примет безумное решение о каком-то тактическом ядерном ударе, это безумное во всех отношениях и для мирных жителей Украины, и для России, потому что будет, конечно же, мощнейший ответный удар, который, возможно, просто уничтожит Россию или сразу, или постепенно. По идее, вокруг него должны быть люди, должны быть офицеры, должно быть командование, которое должно его остановить. Но вот есть сомнения в том, что это сработает. Я по-прежнему верю, что это сработает. И даже если в его безумной голове будет мысль нанести ядерный удар, ему кто-то скажет, что нет, мы не можем это сделать. Хорошо, Константин, давайте сменим тему. Северный поток – авария или диверсия? И главное, кому это выгодно? Если Кремлю к этому склоняются, к этой версии склоняются очень многие профильные эксперты, то в чем логика? Смотрите, одна из возможных логик, которая приписывает этот мотив Кремлю, это то, что это как бы и все равно уже часть газа не поставлялась, а это вынудит использовать оставшуюся ветку включения Северного потока-2, и это вроде будет иметь какое-то большое символическое значение. Ну, вот так же, как, например, сегодняшние указы про присоединение части Херсонской и Запорожской областей Украины к России, в этом нет никакого смысла, кроме какого-то внутрикремлевского символического. Да, вот так же, это вторая ветка Северного потока, смысла нет, но в их внутренней логике это может быть оправдано. Понятно, как бы, почему все без доказательств, но почему все, как бы, взоры обращены на Кремль и на Путина, потому что, хотя доказательств по-прежнему нет, но это его способ деятельности, это то, что он делает, вот это взрывы, убийства, вот эти вот якобы сильные ходы для, не знаю, оправданные какой-то внутренней, внутренней, не знаю, логикой, вот это на него похоже, но доказательств пока нет. То есть я правильно вас поняла, это было сделано для того, чтобы избежать последствий невыполнения, да, обязательств контрактных? Не, вот это я совершенно не верю, я думаю, что не выполнять обязательства по контракту можно было спокойно не выполнять, а что можно было бы сделать? Вот арестовать счета, они уже арестованы, наложить санкции, они уже наложены. Как раз отказаться или просто не выполнять контракт Газпрому было бы очень легко. Тут вот это как раз скорее какая-то другая логика, и вот мне кажется, именно логика, что сгорел сарай, сгори и хата, чтобы как бы послать сигнал, что мы вот такие крутые и серьезные. Но, честно говоря, по-прежнему пока непонятно. Но с Путиным так бывает, что некоторые действия такие идиотские, что трудно всерьез придумать логику. Мы видели масштаб аварии, я имею в виду воронку в Балтийское море, да, на том месте, где произошла, не знаю, диверсия, авария. Об этом будут говорить, в этом будут разбираться следственные органы, насколько я понимаю. Но один из российских аналитиков подсчитал, сколько, скажем так, газа уплыло в Балтийское море. Так вот он называет цифру в 2 миллиарда долларов. Это огромные убытки, я не знаю, сколько реально это цифра. И опять же некоторые эксперты говорят, что Северный поток, скорее всего, восстановлению не подлежит. Что теперь будет с Газпромом? Это банкротство? Ну, как сказать, в каком-то смысле, как частная компания, как бизнес, Газпрома уже не существует. Это, как в Советском Союзе, снова какое-то министерство по добыче газа. И да, я думаю, что торговли газом с Европой в таком масштабе, который была раньше, уже не будет никогда. А будет ли хоть какая-то вопрос о том, как завершится война? Я думаю, что мы еще увидим, как в оставшиеся свои месяцы или годы Путин начнет строить ветку газопровода в Китай. Потому что это очень сильно обогатит его друзей, владеющих строительными компаниями. Что теперь будет с Европой? Зима близко, цены растут, они уже заоблачные. Ну, будет немного более холодная зима, будет немножко более дорогая энергетика. Возможно, что даже будет небольшой спад, может быть, 1% спада. Это будут потери, но такие потери в экономике случаются. Очень жалко, что они произошли, но никто из-за этих потерь не поменяет принципиальных позиций. Это в фантазии, что вот эти там 1-2% спада, они могут как-то принципиально повлиять на поддержку Украины, например. Я бы хотела с вами обсудить вопрос мобилизации. Мы все понимаем, что никакая она не частичная. Вот эта успокоительная приставка частичная никого не успокоила. Но давайте, наверное, обсудим мобилизацию с точки зрения экономики. Вот кто будет за это платить и насколько это дорого обойдется России? Вот смотрите, если честно признаться, экономистам трудно оценивать последствия, вот количественно оценивать последствия каких-то очень неожиданных шагов. Понимаете? Так обычно экономисты смотрят на какие-то модели или на какие-то примеры. Но вот примеров такой ситуации, когда президент страны вдруг раз выступил по телевидению и сначала изъел из экономики 300 тысяч человек, которые сразу пошли в армию, еще 200 тысяч человек, возможно, самых производительных, которые тут же оказались, за неделю оказались за границей. Понимаете, никто не анализирует такие самоубийственные шаги. Это просто... Вот очень трудно это оценить. Понятно, что это плохо, понятно, что это потери. Возможно, что какие-то бизнесы остановятся. Я уже слышу там от своих московских знакомых и друзей, что там люди пришли на встречу на какой-то проект московской мэрии и выяснилось, что все три программиста, то есть те люди, вот из 20 человек, которые реально это делали, все находятся за границей, уже не выходят на связь. И, соответственно, посидели и разошлись. И такого, по всей видимости, много. То есть нет вопроса о том, что это дополнительные потери для экономики. Пока масштаб потерь оценить сложно. Ну, мобилизация и массовый исход молодых людей из страны, это ведь еще и демографический кризис. Катастрофа ли это уже или еще нет? Ну, как сказать, что такое катастрофа, там, вот такого кризиса, как уже в России, там, в Америке, скажем, последний раз такой кризис был сто лет назад, во время Великой депрессии. То есть по меркам очень многих стран в мире это была бы уже полная катастрофа. По меркам России, у которых были войны, у которых был развал Советского Союза, у которых в России был очень тяжелый кризис 2008-2009 года, это пока так себе кризис. Но вот это что-то близкое к кризису при развале Советского Союза. То есть такого кризиса не было 30 лет назад. Но не знаю, как сказать, катастрофа или не катастрофа. Если человеку две ноги сломать, это катастрофа или нет? Он же жив остался пока, да? Ну да. То, что мы наблюдаем эти семь месяцев, действительно несравнимо даже с афганской войной, которая шла 10 лет. Что будет дальше? Может быть, распад России? Может быть, перестанет существовать в тех границах, которые есть на данный момент? Смотрите, Россия – это страна с очень однородной лингвистической структурой. Гораздо более однородной, чем многие страны. То есть мы там любим обсуждать буряты, чеченцы, дагестанцы, тувинцы. Но их на самом деле ничтожно мало по сравнению с количеством русских. То есть русские, говорящие на русском языке – это огромный процент населения. Больше буквально, чем в любой другой стране основная национальность, в любой другой стране бывшего СССР, например. Соответственно, распада основной России, мне кажется, это совершенно нереалистично. То, что будет новая война за Чечню, очень реалистично, потому что тот способ, которым Путин усмирил Чечню – это огромные деньги, огромные трансферы из бюджета, плюс очень сильная силовая компонента. Эти обе компоненты распадаются. Армии уже нет в том виде, в котором она существовала, и нет тех полков, которые когда-то захватывали Грозный. И одновременно будут огромные бюджетные проблемы. То есть я бы скорее ожидал чего-то типа возвращения 90-х, как в Красноярске или Екатеринбурге, когда сотни людей гибли в боях за Красноярский алюминий бойзавод. Но только сейчас все хуже, потому что Путин и вооружил сотни тысяч людей, которые сейчас будут возвращаться. Им обещаны большие пенсии и зарплаты. Они их, конечно, не получат. Он создал частные военные компании, которые по статусу своему такого же уровня, там Вагнер, он такого же уровня, как Министерство обороны. Сейчас освобождены и вооружены тысячи уголовников. Когда они вернутся в общество, это вот все, заложены все основания для новых 90-х. Только будет гораздо больше оружия и гораздо больше военного опыта. А мобилизация с политической точки зрения, мы знаем, что Путин не хотел объявлять мобилизацию. Тем не менее, это было сделано. Так вот что это? Это признание поражения? Я не знаю, насколько он не хотел. Я думаю, если бы Путин не хотел объявлять мобилизацию, он бы ее не объявил. Поэтому мне кажется, что он находится в своем информационном пузыре, в котором ему кажется, что кто-то на Россию напал, что что-то России угрожает. И он принимает меры, которые с точки зрения интересов российских граждан, они совершенно глупые и безумные. Но в его логике он задействовал весь этот ржавый и бессмысленный механизм массовой мобилизации. Константин, большое спасибо за интервью.